МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В деревне Марусино прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Поликлинику ждут все жители данного микрорайона. Строится она в срок. Социальные объекты для новых микрорайонов. Девятиэтажная поликлиника появится в ЖК Люберецкий. Звонят по телефону и говорят, что вы взяли кредит, и вы не платите. Я в шоке, до сих пор я в шоке. Представителям старшего поколения в очередной раз напомнили, как не стать жертвой мошенников. Конечно, Люберецкий бокс процветает. Много мастеров спорта. И чемпионы России есть, и чемпионы Европы есть. Совершенно потрясающие тренеры. Люберецкая федерация бокса и клуб бокса «Спартак» отметили юбилей. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главом муниципалитета в проделанной работе. Подробности в следующем сюжете. С 20 по 26 ноября в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило 2205 обращений. На территории обслуживания ведомства зарегистрировано 195 происшествий и 18 преступлений. Убийство одно на бытовой почве. Причинение тяжкого вреда, здоровье одно. Краж 8, наркотиков 3, мошенничество 3, дорожно-транспортных происшествий 173, посадравшими 1. Основной темой докладов сотрудников управления ЖКХ и дорожного хозяйства стал первый обильный снегопад. На борьбу с зимними осадками вышли все управляющие компании и дорожные службы. Но, тем не менее, в округе есть места, которые нуждаются в срочной очистке от снега и наледи. Малаховка со стороны улицы, южная, рельсовая, ситуация одинаковая. Это в том числе будет у нас и улица Инициативная, наша станция Люберцы-1, где сплошной каток. В ряде автомобильных дорог необходимо произвести до вывоза снега. Еще ряд автомобильных дорог требует уборки ввиду закостенелости этого снега, и чтобы не образовалась колейность. Насыщенная культурно-развлекательная программа ждет Люберчан с 1 декабря. В округе стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье». В эту пятницу состоится открытие центрального катка на Звуковой улице. А уже на следующий день там пройдет гала-шоу Илья Вербуха. Начало развлекательной программы в 18.00. Начало гала выступления в 20.00. Приглашаем всех желающих провести первый субботний вечер вместе. Но это еще не все. 2 января 2024 года в Люберце приедет коллектив прославленной фигуристки Российской Федерации Татьяны Навки со своим специальным представлением на льду. Мероприятие состоится также на центральном катке. В конце встречи участники совещания узнали об успехах люберецких спортсменов. На прошлой неделе они приняли участие и завоевали призовые места на 14 всероссийских и региональных соревнованиях. Луиза Эйгия, Зарян Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе прошла очередная встреча с жителями. На этот раз представители администрации совместно с главой Владимиром Волковым выслушали вопросы и пожелания жителей деревни Марусина. Тему продолжит наш корреспондент. Спортивный зал 28-й школы стал временной администрацией городского округа. Люберце профильные заместители главы, руководители управляющих компаний на месте и готовы отвечать на вопросы. Большинство жителей обращаются к представителям ЖКХ благоустройства, дорога и транспорта. Маршрут 12-27. Его с 26 числа вообще сняли. Он у нас от торгового центра Заречный дом 29, Марусина, Некрасовка и Новокосино. У нас сейчас дети в поликлинику на Салтыковской ездят. Ездят многие, работают на Новокосино, на Некрасовке. Метро Некрасовка – это ближайшее наше метро, которое здесь ехать в 15-20 минут. Если именно по этому маршруту. Есть еще, например, Соркан, который тоже Минтранс, ссылается, что мы можем на него присесть. Но он едет через Люберце. Метро Котельников – час. Совместно с министерством данный вопрос будем решать. По поводу маршрута 12-27. Скорее всего, вопрос будет решен положительно, и маршрут поедет. Некоторые вопросы жители округа адресовали на прямой углове. Александр Хрулев живет в Малаховке. Ногодетный папа обратился с просьбой залить каток на территории Летнего парка. «Ответили, что оперативно будет сейчас залит каток, а глобально уже выделены деньги. Есть разрабатывается проект, который будет, надеемся, в 2024 году реализован». Ряд обращений коснулся качества водопроводной воды, содержания контейнерных площадок и вывоза мусора. Проблемы с общественным транспортом в микрорайоне Зенина и регулярными потоплениями в ЖК Кореневский форт глава округа взял на особый контроль. Жители 115-го квартала недовольны содержанием придомовых территорий и результатом работ, проведенных в рамках капитального ремонта МКД. Чтобы решить наболевшие вопросы, руководство округа вместе с представителями управляющей компании ЛГЖТ провели встречу с жителями. Первыми забили в колокола жители этой девятиэтажки на шоссейной улице. Снег обрушился на московский регион несколько дней назад, а к уборке внутриквартальных проездов, по их словам, приступили только сейчас. Много вопросов накопилось и по содержанию подъездов. «У нас раньше дом более-менее обслуживался. Сейчас, в последнее время, дом вообще не обслуживается. Первое – мусор не вывозится, подъезды не убираются, улицы не подметаются. Детская площадка вообще не убирается». «Это только в зимнее время?» «Это в любое время. Детская площадка не убирается с сентября месяца вообще». На эти проблемы сетуют и другие жители дома, в котором проживают почти 350 человек. Вопросы всех волнуют одни и те же. Несвоевременный вывоз мусора, толпище крыс, сырость. На многочисленные обращения жителей откликнулся глава округа. «Вы сами скажете, что нужно сделать. Дальше всё записываем и две недели срок. У нас в этом году ещё время есть, слава богу». «Вот вы знаете, то, что общее идёт во всех подъездах, безобразие, как это покрашено. «А почему до сих пор не засыпали всё?» «Они толком не живут. Так в одном месте землю закапывают, а где накопают следующее?» «Какие акты? Вот она бежит, по дереву ползёт. Какие акты?» «Вот ещё мало. Это мало». Сотрудники управляющей компании пообещали в кратчайшие сроки провести диротизацию и впредь контролировать состояние всех помещений в доме. Выявленные недочёты при ремонте пообещали устранить в декабре. «Всё, что есть по ремонту, всё будут исправлять. Я приношу свои извинения за то, что некачественно отработали. Дадим шанс исправиться, ну, либо будем исправлять по-другому». Но и это ещё не все проблемы, которые предстоит решить в микрорайоне. Качество содержания подъездов и дворов беспокоит и жителей соседних домов. Детские площадки и тротуары от снега не очищают ни у 15-го дома по Московской улице, ни у дома номер один по шоссейной. «У меня ребёнок инвалид. Мы ездим на коляске. Сейчас не можем выехать даже в школу уже неделю, потому что нечищен подъезд. И возле подъезда. Даже выйти нельзя из подъезда. Чистим сами. Папа упал и почистил сам возле подъезда. И соседний дом тоже мужчина чистит сам. Вправляющая компания отвечает, что всё сделают, но ничего не делают». Проблемы жителей Владимир Волков взял под личный контроль. Их должны устранить в кратчайшие сроки. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Владимир Волков провёл выездное совещание на улице Шевляково. Причиной послужило обращение жителей, у которых накопилось много вопросов по качеству содержания придомовых территорий и внутридворового проезда. Какие проблемы волнуют люберчан, расскажем в следующем сюжете. Этот многоквартирный дом на улице Шевляково сдали в эксплуатацию в 2017 году. Но уже через несколько лет у жителей стали накапливаться проблемы. «Народ жалуется в наших группах в чате, которые у нас имеются. Люди пишут каждый день. Не убрались тут, не убрались там. Детская площадка очень маленькая. От застройщика должны были третью поставить детскую площадку. Но её построили, забором огороженная. Мы вам откроем. Так она и осталась закрытая. Убрали лавочки, мусорный контейнер и всё поубирали». Много вопросов и к обслуживанию контейнерной площадки. Мусор вывозят нерегулярно, а сама площадка расположена в непосредственной близости к домам и игровому комплексу. «Проблема будет решена по весне. Вот эта территория, она наша муниципальная. Мы спрячем площадку туда. Она там никому мешать не будет. Всё, что туда, это либо перед вашими окнами, либо перед соседями, либо на дороге. Ну, это неправильно». Предстоит и пересмотреть распределение парковочных мест во дворе. И в утреннее и вечернее время проезд перекрывает автомобили. Виной тому недостаточное количество машин и мест. «За нехватке парковочных мест люди паркуются с двух сторон. И как бы в случае, если произойдёт какое-то ЧП, то есть в пожарном автомобиле, в автомобиле скорой помощи, они просто не смогут подъезжать. А для этого просим из строительства организацию, которая будет дальше застраивать данный дом, чтобы они, конечно, больше уделили моментам, парковочным пространством для парковки автомобилей жителей». Жители обратили внимание на качество уборки детской площадки и попросили рассмотреть вопрос о сносе бесхозных гаражей. Все обращения зафиксировали. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Роман Терюшков провёл в Люберцах личный приём граждан. Встреча прошла в общественной приёмной местного отделения партии. С какими вопросами жители округа обратились к парламентарию, расскажет наш корреспондент. Первого заявителя Роман Терюшков выслушал вместе с председателем Совета депутатов городского округа Владимиром Ружицким. Наталья Мажарова обратилась с просьбой пресечь несанкционированную торговлю у станции Люберцы-1. Это, значит, старая фотография. Вот та женщина, которая сидит на ступенечках. Вот когда строили МЦД-3, значит, ну там, в смысле, вот это всё убрали. Это уже МЦД-3. Её не было вот долгое время. А 10 ноября я её увидела. Вот, вот. А чем они торгуют? А, у неё там всё. Вещи. Вещи, очки. На приём к депутату Государственной Думы пришёл ещё один активный житель Люберец Андрей Курганов. Вопросы коснулись создания спортивной инфраструктуры и развития дворового спорта. Сейчас нас ждёт зимний сезон, когда мы обязаны будем исполнять те поручения губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. И, в принципе, те наказы наших жителей, которые говорят, что мы должны делать хорошие современные условия в наших парках, на ледовых площадках, чтобы жители в пешей доступности могли прийти и позаниматься спортом, просто провести время приятное на катке. В общественной приёмной партии рассмотрели и вопросы, связанные с здравоохранением. Галина Медникова пришла по просьбе 90-летней жительницы округа, которой необходимо обследование в Москве. Все обращения, которые поступили на личном приёме, Роман Терюшков взял в работу. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Реконструкция Октябрьского проспекта продолжается. Завершают первый этап постройки подземного перехода. Его строительство идёт на Красной улице. На каком этапе работы и когда откроют пешеходный переход, узнали мои коллеги. Четыре выхода по два на каждую сторону перекрёстка. Уже готовы стены и лестницы. Строители заканчивают монтажные работы первого подземного пешеходного перехода. Его строительство заняло шесть месяцев. Открыть переход планируют уже в конце декабря этого года. В данный момент будет открыто только одно направление. В дальнейшем будет идти монтаж достаточно такого архитектурного, симпатичного навеса стеклянного. Жители всё это увидят. Такие переходы для нас очень важны. Длина подземного пешеходного перехода свыше 90 метров, а высота и ширина – 4. Он строится по всем современным требованиям. Все ступени и спуск оборудуют электрическими обогревателями. Внутри установят камеры видеонаблюдения. В данный момент идёт монтаж инженерных сетей. Все сети подведены, но идёт наладка электричества. Заводится материал отделки. Пешеходный переход будет достаточно современный. И, конечно же, сейчас строители ускоряются, принимают все меры для того, чтобы сдать этот объект в этом году. Конечно, эти две транспортные пассажирские артерии дадут возможность нашим людям безопасно переходить с одной стороны на другую. Оба подземных перехода на пересечении с улицей Красной планируют открыть к марту следующего года. Всего переходов будет четыре. Ещё два построят на пересечении с улицей Смирновской. Их планируют открыть к концу 2024 года. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В жилом комплексе Люберецкий продолжается возведение социальных объектов. На улице Юности строят поликлинику смешанного типа. Она будет обслуживать взрослых и детей, проживающих не только в жилом комплексе, но и в соседних микрорайонах. Возведение новой поликлиники стартовало летом этого года. В настоящее время на объекте ведут монолитные работы. Завершить этот этап строители планируют в течение полутора месяцев. Затем начнутся укладочные работы и заполнение оконных проёмов. На объекте порядка 45 человек. Мы работаем по графику в одну смену, потому что в ближайшие 100 метрах находятся заселённые жилые дома. И поэтому мы должны учитывать закон о тишине. Поэтому возможные сроки не такие быстрые. Но мы ищем компромисс между комфортным жителем и необходимостью реализации указанных сроков. Девятиэтажная поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену, 200 взрослых и 100 детских. Медицинское учреждение будет укомплектовано по последнему слову техники и оборудовано всем необходимым для удобства маломобильных пациентов. Поликлинику ждут все жители данного микрорайона. Строится она в срок. Мы надеемся, что даже с небольшим опережением будет сдана. И, конечно же, она закроет всю потребность этого микрорайона. И даже прилегающих в данный момент уже заказывается оборудование. Уже идет монтаж всех сетей. Подведены все коммуникации. И, конечно же, после того, как будет закрыт периметр, оборудование будет устанавливаться. Завершить строительные работы планируется в первом квартале 2025 года. Затем начнется оформление документов для ввода объекта в эксплуатацию. И уже 1 июня новая современная поликлиника примет первых пациентов. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В августе этого года в жилом комплексе Люберца открылась поликлиника смешанного типа для детей и взрослых. В новое медицинское учреждение активно устраиваются на работу новые врачи. И это не только выпускники вузов, но и специалисты, у которых за плечами богатый опыт. О некоторых из них наш следующий сюжет. Врач УЗИ-диагностики Майя Кинетова в профессии уже 11 лет. Недавно она вместе с мужем переехала в Люберце из Кабардино-Балкарии. Устроиться на работу получилось сразу. Да еще и в новой современной поликлинике, открытой несколько месяцев назад. Коллектив очень хороший. Мне очень нравится работать. Аппаратура ультразвук очень хорошая у нас, надежная. В целом все хорошо. А вот врач-кастроэнтеролог Калимат Богатова Коренная Люберчанка. Недавно окончила ординатуру в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Как раз после завершения учебы в ее микрорайоне открылась новая поликлиника. Она и стала первым местом ее работы. Все нравится. Поток пациентов достаточно такой большой, с разными патологиями, с разными заболеваниями. Если вы сможете оснакомиться даже с теми заболеваниями, которые я ранее не встречала ни в ординатуре, ни в своей прошлой практике. Достаточно быстро происходит набор кадров. Вот сейчас в процессе оформления врач-отоларинголог мы его очень ждем. У нас очень хорошее оборудование. Доктора, когда с ним знакомятся, они очень-то выражают свое восхищение. Да, оборудование действительно есть. Только врачи. Пусть приходят и работают с удовольствием на благо наших пациентов. Светлые просторные кабинеты и современное оборудование – не единственные преимущества. Медики, которые не имеют своего жилья, могут получить компенсацию за аренду квартиры. Также рассматривается возможность предоставления служебного жилья или приобретения квартиры по областной программе «Социальная ипотека». В Люберцах продолжается серия лекций для представителей старшего поколения. На этот раз жителям городского округа рассказали, как не стать жертвой дистанционных мошенников. Объяснили, как нужно действовать, если поступил подозрительный звонок и кому стоит обращаться за помощью. За беседой наблюдала наша съемочная группа. На телефон не отвечаем, никому свои данные не передаем, но каждый раз все сталкиваемся с одним и тем же, что сосед, знакомый, родственник опять перевел какие-то суммы непонятно куда. На этот раз с жителями городского округа Люберца встретилась депутат Государственной думы Екатерина Стенякина. Она руководитель направления долголетия для всех партийного проекта «Старшее поколение». Тема лекций более чем актуальна для людей этого возраста. По статистике, именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами телефонных аферистов. Звонят по телефону и говорят, в общем, вы взяли кредит и вы не платите. Ну, представляете, я в шоке, до сих пор я в шоке. Откуда у нас могут появиться у мошенников ваши телефоны и ваши имена отчества? И то, где вы живете. Очень просто, очень просто. Вы приходите оформлять любую карту, скидочную в магазине. База данных магазины, к сожалению, продают. Если вы понимаете, что с вами поговорил мошенник, вы ему сообщили свои банковские реквизиты, вы ему сообщили свои паспортные данные, вы не теряетесь. Вы сразу же звоните в свой банк и говорите, я стала жертвой мошенников. Я прошу все банковские операции по моей карте прямо сейчас заморозить. Подобные лекции для старшего поколения проходят на постоянной основе. Тема каждый раз новая. Начисление пенсий, платежи за услуги ЖКХ, вопросы здравоохранения и многие другие. В апреле 2023 года мы запустили на сайте высшей партийной школы партии «Единая Россия» курс бесплатных лекций для людей старшего возраста. Это депутаты Государственной Думы, это сенаторы, это практики, которые в режиме онлайн, с слайдами, с конкретными ссылками, консультируют наших пожилых людей, отвечают на все волнующие их вопросы. А уже на таких очных встречах можно рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Лекции проходят в центрах активного долголетия и в общественных приемных партиях «Единая Россия». Закончился второй сезон школы молодежного актива «На взлет-перезагрузка». В нем принимали участие больше 90 учеников. Завершающий этап стал защитой социальных проектов. Подробнее расскажем в следующем сюжете. На выбор у участников три направления для создания проектов – арт-пространство, волонтерство и медиа. Школьников поделили на мини-группы до шести человек. Для каждой категории назначили экспертов, которые помогали активистам создать социальные проекты. Направление, которое я курировал, называется «Арт-пространство». Это наши любимые творческие люди. Им, возможно, где-то не хватает немножечко знаний. Но для этого, собственно говоря, школа молодежного актива. Но они уже точно молодые, нервонадушные, такие с огоньком люди, которые хотят быть активными и изменять свою жизнь к лучшему. Один из проектов, который представили участники в категории «Арт-пространство», направлен на развитие косплей-сообществ. Это воссоздание костюмов и передача характера любимых героев книг, фильмов или мультиков. Кристина Баймасова с командой предложила создать на территории округа мастерскую, куда смогут приходить девушки и юноши заниматься любимым делом. Мы начали думать, чего у нас в Людберцах еще не было. И не было у нас косплеев. Взрослые иногда очень не понимают наши подростковые идеи. И поэтому мы решили сделать именно фестиваль косплея. И наша мастерская, которую мы хотим также устроить, это, скажем так, помощь для тех, у кого просто не хватает на это, например, денег. Те же самые швейные машинки, они стоят не очень мало. И мы хотим с этим помочь. Члены жюри оценивали выступающих по нескольким категориям. Одни из важных критериев – потенциал и актуальность проектов. Максимальное количество баллов – 10. Я очень рад, что у нас на сегодняшний день такая активная молодежь в городском округе, которая занимается реализацией достойных проектов. Сейчас мы высушили несколько проектов, которые они предоставили в сфере волонтерства, в сфере медиа. Мне очень важна эффективность, насколько они могут реализовать этот проект. Всего защитили 9 проектов. Из них 4 лучших реализуют уже в следующем году на территории городского округа Люберцы. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Праздник, наполненный особой теплотой и любовью. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День Матери. В городском округе Люберцы виновницы торжества отчествовали в культурно-просветительском центре. Там работали и мы. Этот праздник – еще один повод подчеркнуть значимость мамы в жизни каждого человека. Представительницы творческого объединения «Фотоклуб ресурсных мам» сделали это с помощью фотовыставки. Свой первый совместный проект они презентовали в стенах культурно-просветительского центра. Мы все мамы. Мы то и те, кто могут подарить ребенку самое радостное и прекрасное детство. Те, кто могут сделать ребенка счастливым. Но для этого нам нужно быть наполненным внутри. И поэтому наша выставка показывает две фотографии одной женщины. С одной стороны, она мама, которая любит своего ребенка, обнимает и дарит ему тепло. А с другой стороны, она женщина, наполненная изнутри, счастливая и прекрасная. О неоценимой роли матери говорили и со сцены. Поздравления звучали в адрес всех женщин, кто носит это гордое и ответственное звание. Мама в нашей жизни – это самый дорогой человек, это самый добрый человек, это человек, который сопровождает на протяжении всей жизни. И даже когда дети вырастают и становятся взрослыми, как им кажется, они всегда остаются детьми, детьми для своих родителей, конечно же, для мам. Хочется сказать огромные слова благодарности и сказать вам спасибо за все, что вы делаете, за то, что вы растите таких очаровательных детей. Вчера наш президент подписал указ о том, что следующий год будет годом семьи. То есть годом защиты наших традиционных ценностей, годом защиты материнства, детства. Наши традиционные ценности, они в нас впитаны с молоком матери. И каждый из нас знает, что самое основное – это продолжение родов. Затем на сцены пригласили виновниц этого праздника. Подарки, цветы и благодарственные письма приняли многодетные мамы, мамы особенных детей, женщины, которые воспитывают приемных детей и которые несут службу в органах МВД. А творческие коллективы городского округа, в свою очередь, подарили люберецким мамам праздничную концертную программу. Мама, мамочка, маму я, всей душой тебя люблю я, всей душой у неба я молю счастье для тебя. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, телеканал НРТ. Люберецкие боксеры отметили двойной юбилей – 30 лет клубу бокса «Спартак» и 20 лет федерации. Торжественное собрание прошло в культурно-досуговом центре офицерское собрание, где собрался весь цвет боксерского сообщества. Подробнее в сюжете. Ежегодно в Люберцах проходят десятки соревнований по боксу. 33 года – турнир класса А, посвященный мастерам спорта Юрию Капитонову и Владимиру Кузину. В 2024-м проведут юбилейный 30-й турнир памяти Виталия Островерхова. Эти соревнования объединяют сотни спортсменов со всей страны. Вроде это самое начало, но это уже такой богатый опыт, и что в «Спартаке», что в «Люберецкой федерации бокса». Если взять юноши, юниоры, взрослые, я имею в виду девочки, женщины, боксеры, у нас очень хорошо идет Московская область. Есть чемпионы мира. Понятно, нет еще олимпийских чемпионов, но я думаю, в будущем все это будет. Самое главное – хорошая команда, хороший коллектив. Мы идем к своей намеченной цели. Сегодня люберецкие боксеры сменили экипировку на деловые костюмы. На торжество собрались почетные гости, ветераны спорта, тренеры, а также воспитанники и выпускники люберецкой школы бокса, которая им дала путевку в жизнь. Драться, боксировать научился, за себя поставить научился, уважать, ценить старших тренеров в первую очередь научился, защищать, дам младших слабых научился. В одном слое бокс столько всего нас учат. Ну и самое главное, я думаю, что по всей России, даже по части мира, очень нашел много друзей. В России много раз выигрывал международные турниры, на Кубу, по всему миру ездили, много где еще было. Люберецкие боксеры постоянно пополняют ряды сборных команд Московской области и России, представляют округ на международных соревнованиях и всегда возвращаются с наградами. Конечно, люберецкий бокс процветает, много мастеров спорта, такая очень хорошая тенденция, чемпионы России есть, и чемпионы Европы есть, совершенно потрясающие тренеры. Ну, конечно, боксировать, драться только на ринге, только в спортзале. Это такое всеобщее пожелание. И с этого пожелания началась первая тренировка, когда я пришел в бокс с пацаном. Первое, что тренер сказал, здесь мы не учимся драться, бокс – это искусство, и у меня это отложилось на всю жизнь. Поздравить люберецких боксеров приехал Рома Жиган. Рэпер с детства тоже увлекался боксом. А теперь без его выступления не обходится ни одно открытие всероссийских соревнований памяти Кузина и Капитонова. Бокс – это спорт сильных, настоящих, крепких русских мужчин. Здесь до сих пор жив тот уклад, о котором я читаю в песне. Люберецким пацанам посвящается. Мужской стержень, достоинство, честь. Сказанное слово – это не просто воздух. Сказанные слова – это проверяется на делах. Это в Люберцах, ребят. Обожаю этот город, обожаю этих людей. Мы всегда вместе, всегда рядом. Быть добру. В округе боксом занимаются 500 человек. Оставить свой след в истории люберецкого бокса может каждый из них. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На ледовой арене «Зенит» прошел турнир по хоккею с мячом. Второй год его посвящают памяти люберецкого спортсмена, ветераны группы «А» Юрия Новикова. Более четверти века он играл за Томилинский клуб «Урожай». Тему продолжит наш корреспондент. Юрий Новиков ушел из жизни в конце ноября 2019 года во время матча, который проводили в Купавне в рамках чемпионата Московской области по хоккею с мячом. В тот день, как и 30 лет назад, многие из участников сегодняшней игры были с ним в одной команде. Благодаря им этот турнир и состоялся. Мы организовали его совместно с его сослуживцами, которые тоже чтят его память. Решили сделать традиционным в памяти Юрия Ивановича Новикова, с которым мы не один год играли вместе. Сначала он играл за орбиту Держинский, а потом стал играть за «Урожай» Томилина. В игре приняли участие команда из Люберец и Королева. Вместе с хоккеистами на матче присутствовали сослуживцы Юрия Новикова, ветераны спецподразделения «Альфа». В группу А 7-го управления КГБ СССР Юрий Иванович был зачислен в 1982 году. Он был замечательным спецназовцем, очень хорошим спортсменом. Поступал за сборную ветеранов, по футболу. И просто как человек был замечательный. У него хорошая семья. И сегодня она присутствует на этом турнире. Вот такие люди, как Юрий Иванович Новиков, они навсегда останутся в наших сердцах и в нашей памяти. Они этого достойны. Спорт и семья были главными в жизни Юрия Новикова. Об этом вспоминают и его родные. Это очень приятно, что не забывают, что помнят. И хочется сказать большое спасибо на самом деле за такой проведенный турнир. Видно, что ребята дружные, видно, что ребята помнят, любят. Все его любили. Большое спасибо, что все, кто откликнулся, что приняли участие в этом турнире. Нам очень приятно. Он был спортсменом до мозга костей, от рождения до последнего своего дня. Даже умер он на льду, поэтому символически. Во время игры так и все. По результатам турнира третье место заняла Люберецкая команда «Урожай-2». Серебряным призером стал «Вымпел» из Королева. А звание чемпиона завоевал «Тамилинский урожай». Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Детско-юрожайский фестиваль «Тэквондо», организованный РФСО «Спартак», собрал в триумфе более 350 борцов от 5 до 15 лет. Спортсмены проявили на корте стойкость духа и настоящий бойцовский характер. Как прошли соревнования, расскажет Богдан Колесников. Этот фестиваль – еще одна возможность продемонстрировать результат усердных тренировок и завоевать награды. В Люберцах его проводят третий раз. Количество участников с каждым годом растет. Максим Ковалев «Тэквондо» занимается всего три месяца. И в таких соревнованиях участвует впервые. Сегодня было не очень сложно. Я думал, будет сложнее. Самое трудное было – это бить ногами, но я с этим справилась. Я занял первое место, но я точно буду стараться. И занимать много первых мест. Стремление к победе было у каждого участника. Удары ногами в голову и удары руками в туловище оценивались системой электронного судейства. Судья только на центре нужен для того, чтобы фиксировать нарушения. Все остальное считает электроника. Претензий к судьям нет. Все честно и справедливо. С пяти лет у нас участники выступают. Они стремятся к стартам, к результатам. И родители поддерживают их, эту инициативу. В общем, они растут. С каждым годом становятся все более опытные и профессиональные. В Люберцах этот фестиваль проводит российское физкультурно-спортивное общество «Спартак». Под его эгидой в округе организуют и другие соревнования. Большой «Спартак» начинается отсюда, по всем видам спорта. Так как у нас развивается в «Спартаке» очень много видов спорта. И, конечно, я бы очень пожелал, чтобы люберцы были красно-белыми. Хотя я не против любых других видов обществ. Динамо, ЦСКА, оно по традиции, триумф подвоится в Люберце. Пускай будет «Спартак». В обществе «Спартак» насчитывается более 40 видов спорта. Основная часть из них успешно развивается и в Люберцах. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошел турнир детской лики «Локо дзюдо» – Кубок Московской области. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки из 25 регионов. Яркие и зрелищные схватки российских спортсменов в нашем следующем сюжете. Спортсменов со всех уголков России Люберецкий «Триумф» принимал два дня. Он стал местом притяжения более 700 дзюдоистов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Владикавказа и многих других субъектов страны. В первый день соревнований на татаме вышли девушки и юноши 2010 и 2011 годов рождения. «Ребята довольно-таки хорошего уровня. Недавно началась борьба, но уже с первых схваток ребята показывают хорошую борьбу. Я думаю, ближе уже к финалу, как и ребята, как и девчонки, уже будет довольно-таки все серьезно». Организатор соревнований – Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Детская лига лока дзюдо». Кубок Московской области проходит под ее гидой уже в четвертый раз. И спортсмены, которые успешно выступят, пройдут отбор для дальнейших состязаний. «Мы приехали сюда, чтобы победить, выиграть самое главное, и посмотреть, как другие борются, и показать себя, как мы на самом деле боремся. Три схватки я выиграла, и я надеюсь, что в финале я тоже одержу победу». «Пока я отборолся три схватки, пока я все выиграл, сейчас будет четвертьфинал. Детан научил меня быть спокойным, сильным, идти до конца». Кубок Московской области стал девятым рейтинговым турниром сезона. По итогам всех соревнований, которые прошли в этом году, восемь сильнейших спортсменов примут участие в суперфинале. Он пройдет 17 декабря в Москве. В физкультурном комплексе «Спартак» провели турнир по баскетболу 3 на 3. За призовые места соревновались воспитанники комплексных спортивных школ Олимпийского резерва и баскетбольных клубов Московской области. За игрой наблюдали мои коллеги. Соревнования проходили педагиды российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». Турнир набирает популярность. И в этом году участвовали уже более 350 человек. Мы вовлекаем детей в спорт, чтобы дети играли, им нравилось, получали удовольствие. У нас много чемпионатов, много турниров. Дети участвуют на разных уровнях. То есть под всех детей мы стараемся подобрать свой уровень, чтобы всем было интересно играть и был азарт. Он мне подарил удовольствие. Я очень рада, что смог на него приехать и смог поиграть. Баскетбол меня научил тем, что я нашел своих друзей и мы со всеми стали командой. И таких сплоченных команд сегодня было 80. В каждой, согласно правилам стритбола, по три участника. Вместе с родителями спортсменов за игрой наблюдал Алексей Бабушкин. С 2011 по 2014 год баскетболист играл за Люберецкий клуб «Триумф». Сегодня за Красноярский Енисей, выступающий в единой лиге ВТБ. Приехал с дочкой посмотреть на турнир, который здесь проводится. Я посмотрел несколько игр и мне понравилось для их возраста, насколько у них оснащенность и владение мячом, скажем так. Так что работа очень хорошая проводится с молодыми ребятами. Один совет – нужно тренироваться и слушать тренера. Что он говорит? Тренер плохого не посоветует. За первое место ребята боролись, не жалея сил. В упорном бою среди спортсменов 2012-2013 годов рождения в финал вырвались команды из Дзержинского и Ногинска. Мне очень понравилось играть в стритбол. Я очень доволен, что мы поехали именно в Люберце. Мы одержали победу, первое место выиграли всей командой. Мы очень довольны. Победителем турнира стала команда из Ногинска. Второе и третье места завоевали воспитанники спортивной школы «Орбита» из городского округа Дзержинский. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Эфир телеканала ЛРТ уже вещает в своем аккаунте во ВКонтакте. Мы стали еще доступнее. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей можно найти на нашем сайте lrt.tv или все тех же в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин